Свои 32 года он самый молодой долларовый миллионер. 29 побед в 29 боях, из них 8 нокаутом. Недавно экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что закончил выступление в профессиональном спорте. Карьера Хабиба начиналась на борцовском ковре. Отец и тренер бойца Абдулманаб Нурмагомедов планировал карьеру сына в Олимпийском дзюдо, но парень мечтал о смешанных единоборствах. В UFC Нурмагомедов дебютировал в 2012 году и заработал 16 тысяч долларов. За победу над Камалом Шалорусом. Бой с Конром Агрегором в октябре 2018, завершившейся шумной дракой, за это Хабиб позднее выплатил штраф в 750 тысяч долларов, сделал Хабиба долларовым мультимиллионером. Осенью 2019 ради боя Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Парьева в Абудабе построили временную арену на 13 тысяч зрителей. Билеты разлетелись за пару дней. Хабиб выиграл удушающим приемом. Записав на свой счет 28-ю победу подряд, сохранил ноль в графе поражений и заработал больше 10 миллионов, плюс бонусы от продажных трансляций. И это все в долларах. В России бой Хабиба с Парье показывал первый канал, который собрал у телекранов аудиторию в 26 миллионов человек. Поединка Хабиба с американцем Тони Фергюсоном, планированного на апрель 2020 года, были все шансы улучшить эти цифры. Однако и пятая попытка UFC вести бойцов в октагоне не удалась. В этот раз помешала пандемия. В итоге UFC 249 прошел 10 мая во Флориде без зрителей и уже без Хабиба. 1 декабря 2020 года Хабиб выкупил MMA промоушен GFC за 1 миллион долларов и стал его единоличным владельцем. GFC, которое переименовали в EFC, родилось весной 2019 года после ребрендинга турнира «Битва на Волге». По данным агента, промоушен расширит географию проведения турниров и будет проходить не только в России и странах СНГ, но и в арабских государствах и, возможно, в США. Кстати, выступление Хабиба на форуме «Синергия» в 2019 году обошлось организаторам в 5,5 миллионов рублей. Хочется также отметить, что участие Нурмагомедова в мероприятиях за рубежом стоит минимум в два раза дороже. Продолжение следует...